Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. И сегодня мы говорим с вами о некой реформации себя. Когда вы становитесь совершенно другим, выходите на новый уровень. И об этом, наверное, весь мой блог, которому посвящалось очень-очень много времени, много внимания и много ваших просьб как раз-таки отвечено в этих вопросах. Сегодня мы говорим о такой теме, что такое любовь к себе через осознанное внимание, потребности, закрытие своих первичных привычек и создание нового уровня. Шаг за шагом вы становитесь продуктом той реальности, которую вы создали. И из нее вырваться очень сложно, потому что есть некий привычный опыт, который вы создали годами, наработали, и сейчас, чтобы создать что-то другое, вам просто нужен совершенно другой уровень дискомфорта. Иногда мы считаем, что мы находимся в комфорте, но на самом деле нам очень больно, плохо, и мы страдаем. Часто так бывает, что ко мне приходят в консультацию девушки, которые говорят о том, что я несчастлива в браке, либо я испытываю депрессию, несмотря на то, что у меня два бизнеса. И вот таких историй достаточно много. И почему они с вами происходят? Часто это механизмы вашей психики, которые работают заведомо за вашим полем зрения. О чем я? Это о том, что есть некие эмоции, есть некие потребности, и есть нужда, привычки, стереотипы. И очень сложно изменить свой привычный стереотип, когда вы постоянно находитесь в реакции такой привычной. Привычной обстановки, привычного делания, однотипного поведения, стереотипного. И это все не меняется. И если в этом застрять, в этих отношениях, в этих иногда самоистязаниях, самобичеваниях, иногда это совершенное достигаторство, то это тоже мешает почувствовать себя настоящего. И когда вам читают огромные тренинги, про которые вы слышите часто, как полюбить себя, как узнать себя настоящую, как довести себя до какого-то оргазма, если у тебя этого, простите, не происходит. Изначально нужно решить базовый уровень своих возможностей, потребностей и настоящих, истинных, сущных, насущных желаний. Когда человек приходит и говорит, ну у меня желаний совершенно нет, это абсолютно неправда, потому что ведь у каждого из нас есть сокровенные желания, которые иногда мы себе запрещаем ощущать, иногда мы чувствуем, что этих желаний слишком много, и мы не знаем, как выбрать наш мозг, словно просто в какой-то истории демотивации существует. И другой момент, это когда, например, мы запрещаем себе, мы привыкли выполнять, как я говорю, одно и то же действие, например, я мама, роль матери в семье, я начальник, я, да кто бы ты там ни был, это ты, да, но ты и твоя роль, твоя идентичность с тем выполняемым действием. А спроси себя прямо сейчас в этой практике рабочей, спроси себя, хочу ли я быть в этой роли, либо мне еще чего-то не хватает, может быть, я хочу чего-то большего. Ага, прослушал, да, себя? И сейчас, прямо сейчас задай себе вопрос, а что бы это могло быть? Включи механизм анализа, дай себе возможность действительно наблюдать за своими симптомами, за своими тревогами, за своими огорчениями и, самое главное, отчуждением, отчуждением себя настоящего. Если ты понимаешь, что у тебя постоянно что-то с твоим организмом происходит на фоне того, что ты испытываешь перепады настроения, перепады давления, что бы это ни была, зависть, обида, тревога, тоска, депрессия, все это в одно. Это ощущения и мысли, которые исходят из твоих либо заблокированных потребностей, либо из-за того, что ты привык так себя ощущать. И вот представь себе такие два главнейших таких момента, которые прямо сейчас тебе нужно уяснить. Сила привычки действовать так, как ты привык, вставать утром, одеваться на ту же работу, либо выполнять то же действие, дать ребенку утром морковку. Что-то такое сделать или не сделать. И эта зона непривычная, дискомфортная, но она позволяет тебе найти настоящий ответ на что ты способен, что ты можешь, что ты хочешь реализовывать в этой жизни, что тебе интересно. И когда ты откажешься от простых стимуляторов, простые стимуляторы, то есть это удовлетворение жизнью других людей, и ты насматриваешь для себя какие-то инстаграмные посты, ютуб-блоги, людей, которыми ты не являешься. И ты притягиваешь на себя эту энергию, надеваешь, но на самом деле ты можешь сидеть в этот момент дома, а они где-то там в Лос-Анджелесе, да, и снимают тебе это видео. Да, эмоция пошла, но ты ли это? Нет, это не ты. И потом возникает такая история, как от чего-то не хватает. Конечно, не хватает, потому что это был не ты. И когда ты отказываешься наблюдать за сужими жизнями, ты остаешься наедине с собой, задаешь себе такой вопрос. А что я? Где я? А что я выполняю? А что я исполняю? Что на самом деле я хочу? А получается ли это у меня получить? И самое главное, когда ты находишь ответы, например, неудовлетворительные, когда ты сталкиваешься с заблокированными историями, которые говорят тебе, ты не можешь этого получить, ты недостоин, ты будешь вот точно так же, как и раньше. Нет, это привычка, это стереотип. Стереотип реагирования. И если этот стереотип очень высок, если он не позволяет тебе привычным образом выходить из состояния и переходить в новое состояние, то ты остаешься на том же уровне и страдаешь. Другой момент, когда ты живешь своей жизнью, и вроде бы все хорошо, и вроде бы есть какие-то намерения, есть способности, есть желания. Все есть, а тебя нет. Такое тоже бывает. И тогда другой вопрос. Другой вопрос. Умею ли я получать настоящее удовольствие в моменте? В своем моменте, в базовом моменте, в котором моя психика становится свободной. Да, где-то она закапсулирована, где-то она не так работает, где-то там что-то, какие-то поломки. Но в целом, это же я. В целом же, я – это та информация, которая есть во мне. Я эти те клеточки, я это все. И только в моих силах – это вернуть. Что может вернуть тебе такое ощущение комфорта, смысла, желания двигаться? Это могут быть простые действия, которые состоят из той истории, которая называется «Я принимаю в свой каждый момент. Я люблю его и ценю». И вот, например, ты завариваешь чай, ты общаешься с другом, с партнером, ты готовишь ужин своим детям. Что бы ты ни делал. Например, я сейчас поправляю волосы в камеру. Ну, здорово. Момент. Участвуй в нем. Иногда твой мозг выполняет миллион задач, и ведь на это он тратит колоссальную энергию. И когда этой энергии становится недостаточно по каким-то причинам, мы не знаем с тобой сейчас каким, то ты начинаешь испытывать несвойственные, ненужные для себя ощущения. И только в твоих силах это все изменить. И я тебя привлекаю. Нет, я тебя вдохновляю. Это то, чтобы ты каждую секунду был в своем моменте. Общаешься с детьми – общайся. Встречаешься с друзьями – встречайся. Смотришь мое видео – поставь лайк, подпишись, приходи на консультации и онлайн эфиры. Далее, когда ты понимаешь, что любовь к себе строится не только из покупок, принятия, непринятия, нарушений каких-то границ. Любовь к себе – это дело не себя. Иногда истязание, иногда выжимание до конца. И когда я, например, работаю в терапии, человек приходит как к тренеру, как к коучу не только получать разрядку. Он знает, что со мной он будет работать до конца. И даже когда надежды нет, когда он ломается, когда ему становится больно, он становится и идет. Как ты думаешь, почему так происходит? Потому что многие долго лежать не могут. Им просто неудобно. Так вот, сегодня я прошу под своим видео написать тебе, почему тебе неудобно сейчас находиться в той ситуации, в которой ты находишься. Это могут быть совершенно различные ответы. И я предлагаю тебе всего лишь такое некое развлечение для твоего ума, которое поможет тебе спастись от иллюзий и создать для себя новые условия для реализации. Прямо сегодня, после этой практики, после этого эфира, я попрошу тебя взять листочек и выписать, где я настоящий, чего я хочу, кто вокруг меня есть, какие у меня ожидания, что я себе когда-то не простил, не дал, а где я себя обидел. И в чем я могу быть лучше? В чем я могу быть лучше? Где я могу быть лучше? Именно этот момент заставляет тебя меняться. Меняйся, друг, меняйся. С моими видео, с моими семинарами, с моими ответами и с твоими комментариями. Я тебя люблю. Твоя Алена.